Всем привет, вы на канале Диффи, это новый ролик на моем ютуб канале по драгрейсингу и уличным гонкам. В этом ролике я расскажу, как можно быстро и много заработать монет с помощью продажи винилов на рынке. Также расскажу, как рисовать винил с переливом и много чего другое вы увидите в этом ролике. Так что попрошу вас поставить этому ролику лайк, подписаться на канал, ну а также ссылки на мои соцсети есть в описании под роликом. Для показа рисовки винила я выбрал хонду из 2000, эта хонда мне выпала с весеннего ящика и многие сказали, что ты не понимаешь, что это за автомобиль. Да, я теперь понял, что это реальная легенда, ее сейчас нигде не купить и возможно какой-то проект с этой хондой я замучу. Так что если имеете какие-то предложения, напишите их в комментарии, я обязательно прочитаю и тогда уже что-то замучу. Ну и теперь возвращаясь к теме винилов, к теме ролика, вот первый совет, который я хотел бы вам дать, это даже не касается напрямую заработка, это просто вот любой игрок может оценить любой винил. Оценивайте винилы честно, вот как вам кажется, не нужно просто ставить пятерку или одну звезду, так как во-первых, если вы просто накидаете игроку, вот у вас есть задание оценить винил, вы накидаете каждому по одной звезде, вы уменьшите рейтинг, а значит продвижение этого винила тоже упадет, а также получается упадут продажи. Вы скажете, что мне с этого, упадут продажи, упадут, но когда вы выставите свой винил, так же само кто-то его оценит, это так же само повлияет на ваши продажи, так что больше так не делайте. Второй совет, который могу дать, это то, что вы можете зарабатывать на уже готовых винилах, вы просто должны эти винилы доработать. Вот, допустим, есть такой винил вот на вот такой вот запорожец, и этот винил может, кстати, скоро оказаться в лучших, в лучших оказываются те винилы, которые набирают 200 покупок, тут 195. То есть, как только проходит вот эта вот грань в 200 покупок, ваш винил переносится в лучшие, продается уже за 100 баксов, и вы получаете доход в баксах. Вот, кстати, еще один интересный винил, который тоже скоро отправится в лучшие, и я его оценил на троечку, хотя можно было бы и побольше оценить. Кстати, оценки на винилы вы можете менять. И вот вы выбираете такой винил, и делайте его лучше, чем качественнее винил, тем больше на него будет спроса. Как видите, на рынке полно одногипанных винилов, но берут только те, которые хорошо сделаны. То есть, не пытайтесь выставлять какой-то шлак, его никто брать не будет. Да, возможно, оценки будут, но за оценки вам не платят, так что прежде чем что-то делать, делайте это качественно. Следующий совет, на чем можно заработать вот в винилах. И заработать вообще огромную сумму, но тут надо действовать быстро, слушайте внимательно. В контракте каждый раз появляются новые автомобили. Вы должны выполнить этот контракт, постараться сделать это быстрее всех. И вот в этом контракте, допустим, Skoda Octavia RS. На Skoda Octavia RS нету каких-то винилов из Need for Speed, этот автомобиль не снимался в каких-то фильмах. Но этот автомобиль любят тюнить. Если сделать какой-то прикольный гоночный винил, его быстренько залить на рынок, то на этом можно заработать. Вот как пример вам Peugeot 406. Оно вышло на рынок, и все сразу вспомнили фильм такси, и просто сделали вот такую вот наклеечку, и такие винилы очень быстро начали продаваться, и на этом люди зарабатывали. Так же самый пример вот вам Cadillac. Те, кто начали вот резко что-то делать, сделали такой вот винильчик, похожий, да, может качественнее, может хуже, выставили на рынок, уже заработали свои миллионы. То есть реально, вот на таких винилах, которые были созданы на автомобиле из контракта, на эксклюзивные автомобили, которые быстренько были красивенько сделаны, оформлены, возможно еще с каким-то винилом из фильма, или какой-то игрушки, они набирают большую популярность и пользуются спросом. Ну вот, давайте как пример я возьму тот же самый Cadillac. 145 продаж. Это на вот такой вот похожий винил, как у меня. Это по факту где-то около миллиона четырехсот пятидесяти тысяч монет. Это неплохо, и я думаю, большинство покупок были совершены в те дни, когда люди получали этот автомобиль. Таких винилов на рынке было раньше полно, сейчас их стало меньше, потому что многие снимают винилы, выложат новые, потому что вы больше трех винилов за раз не можете выложить. Ну и вот, винил не настолько качественный, его не берут, хотя он практически такой же самый. И вот, как я и говорил раньше, все будет зависеть от качества, но тем не менее, вот если вы сделаете такой винил, вот вышел, допустим, Cadillac сегодня, я сделал этот винил, выложил, то на нем я смогу реально много заработать. Так что старайтесь сделать интересные винилы на те автомобили, которые пользуются спросом прямо сейчас. Не стоит там искать какой-то автомобиль, ну вот я сейчас подхожу к следующему совету, но вот не стоит на рынке искать то, что не пользуются спросом. Те автомобили, у которых вообще нет спроса, их мало кто берет на рынке. Ну вот, допустим, как пример, давай сейчас поищем такой автомобиль. Вот, допустим, Копейка, это тот автомобиль, который пользуется постоянно спросом. Его и под проекты берут, его и под стоп-прокачку берут, его берут под ПДД, под различные другие, под испытания. Короче, вот этот автомобиль пользуется спросом. Допустим, вот такая вот Альтеза, она спросом не пользуется, Марк 2 и подобные автомобили сильно спросом не пользуются. Да, конечно, на них тоже есть своя аудитория, но вот если вы, допустим, сделаете винил на копейку, шестерку, семерку, то аудитории будет больше. Также, если вы будете делать на какие-то эксклюзивные, раритетные автомобили, вот, допустим, на Мазду Рэк 7 сделаете какой-то винил, на Мазду Рэк 8, вас обязательно заметят и оценят. Вот, если вы, как я и сказал, будете сказать, какие-то Альтезы или какие-то те автомобили, которые не берут спрос в игре, ну, вот, вы можете это по гонкам анализировать, по чемпионатам, по турнирам. Короче, вы можете это сами судить. Ну, вот это такие были основные советы, которые я бы мог вам дать. Также, если у вас есть какие-то советы, ставьте их в комментах. Ну, а сейчас я вам покажу, как сделать винил, переливающийся, короче, винил. Ну, в общем, переваливающийся винил делается очень легко, вы берете вот квадрат, растягиваете его, вы можете сделать это переваливающий винил, вот, трехцветный, двухцветный. Вы берете вот такую вот штучку, растягиваете ее, так же самое, по длине, приложите его к кубу, делаете аналогично, вы можете сделать расстояние шире, уже в зависимости, сколько цветов вы хотите. Вот, допустим, вы хотите три цвета, вы его растягиваете, хотите два цвета, вы его стягиваете. Три цвета, это делается за счет цвета кузова, а два цвета, это просто, если вы их совмещаете. Так же самое, старайтесь делать эти линии, чтобы они сходились качественно, и все у вас получится. Также, кстати, многие из вас просят показать, как сделать переливающийся винил. Поэтому, честно, я не винильщик, у меня это не получится вам показать. Ну вот, просто, чтобы вы понимали, это, конечно, не прям сложный процесс, потому что тут все, короче, на обмане зрения завязано. Ведь тут всего лишь играется три цвета. Один цвет, либо тот, что подсветливает, либо белый, либо черный. Потом основной цвет, и тот же самый цвет, только другого оттенка. И просто они распиханы так, что когда вы далека на них смотрите, или не всматриваетесь винил, то кажется, что это реально переливающийся какой-то вал винил. Но если смотреться в детали, это просто два разных цвета, которые совмещены в разных местах автомобиля. Как это сделать, я показать вам не могу, потому что, как я и сказал, я не винильщик. Но, возможно, вы хотите кому-то помочь, заснимите ролик на YouTube и напишите, сделал переливающийся винил. Я думаю, ваш ролик наберет полно актива, и тем самым вы поможете многим. Ну и надеюсь, этот ролик был для вас полезен, вы его уже оценили лайком. Пишите идеи для следующих роликов в комментах. Ну и всем спасибо за просмотр, вы были на канале Дифи, до новых встреч, всем пока-пока.